Всем приветики! Ну что ж, настало время заполнять блокнот «Уничтожь меня». Я буду выполнять в каждом видео по два задания, плюс одно задание из эпичного блокнота. Просто в этом блокноте много листов в отличие от второго. И естественно, начнем с анкеты. Я нарисовала себя в процессе рисования своего персонажа, который чем-то похож на Мику из вокалоидов. Как же я долго мучился расположением рук. И очень часто замечала, что люди делают наброски при помощи цветных карандашей. И в принципе, я знаю почему, но все же работать с обычным черным карандашом для меня более удобно. Естественно, закрашиваю в первую очередь фон, затем тело, потом одежду. После высыхания наношу повторные темные цвета. Вторую сторону анкеты я закрашиваю просто плавными переходами подобия радуги. И после высыхания всего разворота, я начинаю все обводить черной ручкой. Самое главное, не запороть лица, а то потом все пришлось бы замазывать или чего хуже приклеивать отдельно лицо. Наношу пару деталей белой гуашью, пару звезд ручкой и заполняю саму анкету. Тут, если честно, я вам не советчик, так как с каллиграфией у меня все плохо. Хотя, если постараться и предварительно сделать набросок карандашом, то может и вышло что-то красивое. Ну что ж, первый разворот занял у меня меньше часа. В основном из-за наброска. Теперь приступим ко второму. Второй разворот у нас идет с инструкцией. Там, где пункты, я нарисовала себя идущие типа по парку с блокнотом в руках. Ведь это указано в самом первом пункте. Всегда уноси его с собой. Всегда. А там, где стрелочка, я решила нарисовать мопсы. Козе почему? Ну я очень люблю их смазливые морды и жирные пузики. И очень надеюсь, что я когда-нибудь завидую себе такого. Также рисую мячик и раскрашиваю. Этот разворот будет напоминать мне лето. Не тем, что я часто сюсекла с мопсами, а просто с прогулками по парку, где был насыщенный зеленый газончик, на котором работал автополив. И при температуре плюс 30 в жару можно было просто кайфовать. Естественно, позже я хотела сделать немного другой разворот, посвященный моему персонажу и поняшкам. Но что-то расхотелось, представив, как будет много голубого и розового цвета с присутствием большой черной стрелочки. Поэтому я все ввела точно так же черной ручкой. Пару штрихов для тени и все. Ну и сами пункты закрасила цветными линерами. И вот такой у меня получился разворотик. Немного добавила наклеек и зеленого скотча. Что ж, надеюсь получилось хорошо. Как вы думаете? Ну вот и настало время для эпичного блокнота. Уже сами видите, какой он тоненький. Ммм, ну да, тут есть еще и рекламка. Ну-ка посмотрим. Так-так, это девчонка из моего города. Да, смотрела пару видюшек. Но как-то прошла мимо ее блокнота уничтожить меня. Если честно, я видела лишь одно видео с оформлением одного разворота. И все. Поэтому не судите, если что-то не так. Итак, приступим к первому заданию в этом блокноте. И это во сколько раз ты сможешь сложить эту страницу? Действительно, во сколько? Я сделала пару сгибов и решила нарисовать тот моментик из моей жизни. Рядом с моим домом есть кафе, расположенное около озера. И однажды зимой, после школы, я решила пойти туда. И что меня могло удивить? Естественно, само озеро, покрывшее толстым слоем льда. В то время озеро было еще чистое. Что можно было хоть дно увидеть? И рыб, плавающих там. И ради интереса я буквально начала ходить по нем. Естественно, у берега, где мне могло быть только по колено. Хоть лед и был плотным, но сквозь него были видны японские карты. Это был просто незабываемый момент. Жаль, что в то время на моем телефоне не было хоть какой-то камеры. Ну вот, теперь вы знаете, к чему этот рисунок. Сами изгибы я тоже подчеркнула белой гуашью. Что это как бы лед. Из меня фиговый художник. Даже ноги не получилось нарисовать. Ладно уж, хоть так. Научусь. И вот, на сегодня три задания выполнила. Надеюсь, вам понравится. Всем удачи и до новых встреч.